Привет, друзья! Сегодня 25 апреля 2020 года, восток Украины, Донецкая область. Все, готовим пасеку к выезду, поэтому там, где развитие как бы не очень, будем рамки ставить за заставные, комплектуем полностью все гнезда и вперед. Вот, ну, я не знаю, как получится сегодняшнее заснять видео, что мы делаем вот именно на пасеке, потому что ветер, ну, страшный, порывы такие ветра, я там он хвостик прицепил на камеру, может быть, не так будет забивать, но тем не менее, что получится, звеняйте за качество. А сейчас начинаем работать. Вот, как бы, одна из семей. Ничего такого интересного нету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На семи рамках она сидела. А на каких? Не на семи рамках? Что-то заставная стояла. Ну, правильно. Я заставные ее убрал, семь рамок внутри. А, семь? Да. На семи рамках. Что-то, что мы имеем. Леда на последние рамки нету. Расплод. Расплод. И яйца. С внутренней стороны. Ну, так, как бы, быстренько все равно пробегаем. Ну, здесь тоже расплод. Яйца, личинка. Здесь тоже яйца, личинка. Меда нету. Меджурочки. Печет. А, вот. Есть. Не очень, как бы, семья. Так, три, шесть, девять, три штуки сюда. Ставим три. Помечаем. И все. И пускай работает. Ставим медовые такие вот полуметки. Некогда уже с ними играться. Поэтому раз на раз не приходится. Поэтому, как бы, четкой технологии в человодстве, ну, канва, основной принцип, да. Но какие-то нюансы в этом году по одному делаешь. В другом году, в зависимости от ситуации и погодных условий, по другому делаешь. Ну, как-то так. И вот то, что я говорил, что всегда дожидаюсь, как бы, держу на сжатом гнезде, покуда практически, ну, матка засевает. Если на семи, то хотя бы четыре рамки полных таких расплода. В этом году, обычно, тоже в это время практически, конец апреля, расширяем гнезда. Но такого нету. Непонятно почему. А вот эту семью уже, как бы, наверное, надо... И надо расширять. Ну, вот, кусманчик меда на крайней рамке остался. А здесь нет. Расплод. Но на этой крайней перги не было. Здесь на расплодной тоже перги нету. Здесь яйца личинкой. Матка ходит вот. Пчела уже вышла. Здесь тоже частично печатный, и частично личинка. Вот та рамка, которую мы ставили на оттяжку. Ну, везде по-разному. Там, где семьи были, как бы... Хотя, даже не так. Даже в сильных семьях не все потянули нормально. Потому что, когда сады цвели, было холодно. поэтому, как бы, тормознулись и с оттяжкой рамок, и с приносом перги. Ну, здесь тоже яйца. Яйца, печатный расплод уже выходит по крайкам. Остался. Здесь то же самое. Так, здесь... Ну, в этих... Вот на этой рамке и то. Есть пирога, но обычно, обычно... Ну, рамки в это время рамки две, а то и три забиты пирогой. И там, где расплод пирога есть. А этот, вот, с одной стороны от расплода, а с этой стороны практически пироги и нет. С другой стороны. Так-ка. Этот год еще нам, я думаю, принесет сюрпризы, поэтому расслабляться, наверное, не стоит. Ну, и тут вот вкусманчик меда остался, и все. И больше с этой стороны еще меда нет. Поэтому мы сейчас медовые сюда, вощины мы в этом году мало оттянули. Будем пополнять запасы меда. Потому что, если в улье не будет меда, соответственно, и матка не будет развивать яйцекладку. Благо, что есть еще медовые рамки. Всегда оставляем. Так, вот. Так, вот. Так, вот. надо ремонтировать так все это семья готова корма пополнили пускай развивается дальше плохо вот это час один прицеп закончили впечатление вы знаете как бы не очень я думал все таки будет лучше развитие и что на что я обратил внимание то это практически отсутствие перри у них при том при всем что наблюдали пчела носила пыльцу расплода много скорее всего наверное израсходовали потом вот эти от холода не дали возможности сделать запас перговой такой в ульях поэтому мед подъели капитально и отсутствует берга как бы не очень ну сейчас отвезем в леса на луга может быть там положение будет получше и пчелы начнут все-таки идти в развитие получше там и температура сегодня вот на улице 22 градуса ветер только сильный а так принципе тепло ну что дальше работаем но что я обратил на что обратил внимание значит вот это вот сейчас смотрим прицеп в основном здесь матки восемнадцатого года кстати вот то что я говорю что восемнадцатого года семьи они в этом в сильнее сильнее выше зимы сильнее развиваются весной как бы не зря говорят что матка на второй год развивает а вот на предпоследний напрыск матка на второй год развивает максимальную яйцекладку конечно невероятность того что она пойдет на рая тоже увеличивается ну тем не менее и матка и как раз засунула брюшком в ячейку и сеет накладывает яйцо не знаю видно будет не видно вот так что вот вам и матки наши выводные ну так да есть яйца но не сплошную а так как бы только пометил только пометил и все но меда с медом с медом чувствую будем и бегать по пасеке если еще и акация нам ничего не даст кормить пчел ну здесь яйца сплошную вот так вот не будем мы дальше оборочить кладка работает нормально так 3 6 10 две рамочки подставим и все главное что нам медовых рамок хватило подставить во все семьи а у кого нету медовых рамок что вы делаете братцы а то вдруг и нам придется такое же самое я как бы никогда не испытывал недостатка недостатка в рамках но в этом году не знаю как получится потому что если вы едут вы едят мед весь везде а взятка не будет а то будет проблем все друзья на сегодня все значит один прицеп на точок мы подготовили как я уже и говорил пыльцы практически нету меда тоже вот эти вот похолодания тормознули семьи в развитии матки сначала стартанули то что у них было запасы меда и перги они потребили потом холода наступили и матки значит тормознулись потому что есть печатный расплод а потом значит яйца видно что промежуток был матки не червили ну добавили меда я думаю сейчас сейчас в полях там более разнообразная растительность желтая акация береза или кто-то называет ее еще веники вот так что будет порядок до новых встреч подписывайтесь на канал пока 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 пока